День за днём Работу всем. Уровень безработицы в республике немногим превышает 7%. Показатель не самый высокий по России, но его планируют снизить ещё. Основной упор сделают на молодёжь и людей с инвалидностью. Лёгкие деньги. В России появляется всё больше компаний, предлагающих большой заработок при минимум усилий. Можно ли им доверять и реально ли заработать на них обычным людям? Безопасный урок. В одни школы столицы республики не пускают посторонних и даже родителей, а в другие может попасть кто угодно. Кто должен отвечать за безопасность в учебных заведениях? 872 дня борьбы в России отметили годовщину со дня снятия блокады Ленинграда. Как жилось в оккупации, нашим корреспондентам рассказала свидетельница тех страшных дней. Помочь увидеть больше офтальмологи Якутии отметили 20 лет с начала проведения в регионе лазерных операций. Специалисты во время конференции рассказали о перспективах развития. В год содействия занятости населения в Якутии с первых дней набирает обороты. Мероприятия года должны помочь снизить уровень безработицы в регионе. Сегодня этот показатель составляет 7%. По стране он не самый высокий, но, как говорится, предела совершенства нет. И этот показатель планируют сделать ещё меньше. Но как? Во-первых, в трудоустройстве помогут молодёжи и жителям сёл из северных и арктических районов республики. Начинающие предприниматели получат денежную поддержку. Также в 2018 году большое внимание должны уделить занятости инвалидов. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Артём – один из ключевых работников НВК САХА. Вот уже 6 лет в должности электромеханика он отвечает за главное оборудование, без которого в эфир не выйдут ни новости, ни передачи. С виду обычный парень Артём давно доказал – инвалидность не помеха желанию работать. Это было лето 2009 года. Попал в ДТП, должен тратить происшествие. Получается, был доставлен в республиканскую больницу номер 2. Сразу же получил ампутацию нижней треть голени. Два месяца я провёл в больнице. Это был август и сентябрь. То есть я был на втором курсе, уже на втором курсе радиотехнического колледжа. После аварии и многочисленных операций Артём не сдался. Окончил техникум, устроился на работу и начал бороться с новой проблемой. Из-за малоподвижного образа жизни появился лишний вес. Помогли занятия спортом. За каких-то полгода Артём сбросил 40 килограммов. Больше всего спорте нравится, наверное, когда пробиваю свой потолок. Когда я вот на прошлой тренировке, например, у меня есть какие-то пределы. И я когда переступаю эти пределы, то есть получаешь своего рода счастье какое-то. И таких, как Артём, в Якутии более 50 тысяч из них, по данным Пенсионного фонда, трудоустроены немногим более 7 тысяч человек. В год содействия занятости населения эта цифра должна достигнуть 8 тысяч. Для этого в усиленном порядке будут проверять работодатели на заполнение квот. По закону в предприятиях, где работают от 35 до 100 человек, 2% сотрудников должны быть люди с ограниченными возможностями. В компаниях, где свыше 100 работников – 3%. Занятость людей с ограниченными возможностями в этом году в приоритете. У нас очень большие планы по переобучению. Так, очень большой процент инвалидов, которые не имеют профессионального образования. Очень запланированы мероприятия по профессиональной ориентации, ярмарка, вакансия именно для инвалидов. Так, сегодня мы перестраиваем работу в каждом центре занятости населения. У нас закреплен, есть ответственный специалист по инвалидам. Формируем базу данных. Найти работу помогут и молодежи, и сельским жителям, особенно из северных и арктических районов. В рамках приоритетного проекта «Местные кадры в промышленность» в этом году запланированы бесплатное обучение, повышение квалификации, переподготовка трех тысяч человек. Из них 70% рабочие профессии. Водители белазов, погрузочных машин, машинисты бульдозера, экскаватора, горнорабочие и другие. Проект «Местные кадры в промышленность» реализуется с прошлого года. В этом году у нас плана увеличить охват предприятий, компаний промышленных. Это у нас будет около порядка 20 предприятий. В течение трех лет, в 2017, 2018, 2019 годы, планируется трудоустроить 10 тысяч человек. Из них 5 тысяч – это молодежь, и не менее тысячи человек – это жители сельских поселений. Кроме того, в этом году стартуют новые ведомственные проекты. Например, «Минстрой» приступит к реализации проекта «Строитель». Он направлен на сокращение иностранной рабочей силы из стран СНГ. Запрет был подписан главой республики. В этот список ранее входили сельское хозяйство, образование, медицина и транспорт. А строительный комплекс и горнодобывающее производство были включены с этого года. Возвращаясь к поддержке сельских жителей, им помогут материально. Теперь открыть собственное дело на селе станет проще. Поддержка с июля 2017 года составляет 152 тысячи рублей. 2 тысячи рублей идет на оформление документов, ИП и так далее, положение, он регистрирует, печати делает. И 150 тысяч вы можете потратить либо на приобретение оборудования обычно. Здесь, конечно, мы будем упор, основное внимание уделять селянам. В целом на реализацию всех мероприятий до 2022 года предусмотрено более 1 миллиарда рублей как из федерального, так и республиканского бюджетов. К концу этого года уровень безработицы должен снизиться до 7%. Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, Василий Слепцов. Якутия. День за днем. Егор Борисов подписал указ о повышении эффективности госслужащих. Документ руководитель региона подписал еще на прошлой неделе. По мнению экспертов, комплексный подход, прописанный в указе, это веяние времени. Работу по повышению эффективности госслужащих направят на изменения и упрощение системы менеджмента органов исполнительной власти. Василий Десяткин в госслужбе уже более 13 лет. Карьеру начал ведущим специалистом контрольного управления. А сейчас он руководитель департамента, один из составителей главного документа республики «Стратегии-2030». Василий Романович уверен, теперь каждый госслужащий будет четко понимать свой вклад в реализацию государственных проектов. Меня радует то, что все эти изменения направлены в первую очередь на достижение большой стратегической цели. Мы должны стать регионом-лидером по развитию на всем Дальнем Востоке, не только по темпам экономического роста, но и по созданию комфортных условий для проживания жителей республики. Центр управления изменениями должен быть сформирован до 1 марта. Сейчас началась работа по утверждению концепции центра. Он будет включать 5 департаментов и 2 проектных офиса. Изменения предполагают структурные перестройки внутри министерств, ведомств и госкомитетов. При этом общее число государственных служащих повышаться не будет. Общая тенденция и на федеральном уровне, и у нас постепенное снижение количества государственных служащих. Общая тенденция в ближайшие годы будет сохраняться. И наша, собственно, задача основная, это чтобы меньшим составом фактически выполнять большую задачу и с максимальной отдачей. В органах исполнительной власти республики работают 2259 государственных гражданских служащих. Теперь кадровая политика будет направлена на анализ и выявление профессиональных качеств каждого из них. Будет индивидуальный подход к профессиональной переподготовке и повышению квалификации. Все эти направления принятия использования комплекса кадровых технологий, которые направлены в первую очередь на выявление, подбор и отбор лучших из лучших, проведение тестовых мероприятий, выявление минусов и плюсов у каждого государственного гражданского служащих части профессиональных компетенций. В первую очередь эти нововведения должны решить управленческие проблемы. Как считает Егор Борисов, новые подходы сократят бюрократию, устранят дублирование полномочий, перекладывание ответственности. В департаменте проектного управления к новым методам работы готовы. Обратная связь, я думаю, в процессной деятельности будет выстраиваться текущая деятельность, именно как раз-таки ориентируясь на население. То есть, грубо говоря, людей будут спрашивать, довольны они услугами, недовольны они услугами, чувствуют ли они или не чувствуют какую-то динамику работы органов власти в отношении их. И, соответственно, будут у экспертного сообщества в общественности интересоваться, какие необходимо произвести изменения, и эти изменения внедрять оперативно, не дожидаясь конца года, либо каких-то... То есть, это будет уже в приоритете. В конечном счете, все эти изменения призваны не столько облегчить работу управленцев, сколько сделать их труд максимально доступным и эффективным для населения. Любовь Васильева, Григорий Охлопков, НДК Саха, Яковск. Через четыре дня ЦИК России завершит прием подписных листов от кандидатов в президенты России. После их проверки станет известно, сколько всего кандидатов попадут в бюллетени для голосования. Вместе с тем, в этом году из процедуры голосования полностью убрали открепительные удостоверения. Теперь для того, чтобы проголосовать вне своего избирательного участка, достаточно заранее написать заявление об этом. Их можно подавать в территориальные избирательные комиссии, МФЦ или на портале госуслуг. В автоматизированной системе внесут соответствующие записи. И гражданин сможет отдать свой голос за своего кандидата в любом избирательном участке. А со следующего месяца подать заявление можно будет и в сами участковые комиссии. Инциденты в российских школах стали катализатором для усиления мер безопасности. Напомним, что в начале года в Перми в учебное заведение пришли два молодых человека. Они нападали на учащихся. 15 человек пострадали. Учительницу и двух учащихся госпитализировали. Нападавших задержали. Их было двое. Второй случай произошел в Улан-Удэ. Там в школу пришел девятиклассник с топором и коктейлем Молотова. Пострадало шесть человек, а одну ученицу доставили в больницу в тяжелом состоянии. Нападавшего также задержали. Но суть в том, что злоумышленники легко смогли проникнуть в школы. Наши корреспонденты решили выяснить, трудно ли зайти в школу Якутска постороннему незамеченным. Сейчас мы попробуем провести эксперимент и проникнуть в школу. В качестве металлического предмета у нас в кармане ложка. Для эксперимента выбираем наугад две школы в центре и одну на окраине столицы. Проникнуть без предоставления паспорта получилось в два образовательных учреждения. В школе номер семь охранная система. Однако войти оказалось несложно. Нужно было просто записать свое имя и фамилию в журнал. Проверки паспорта не проводилось. У нас два охранника. Каждый день они с утра работают. С 7 и 36 приходят. Они выполняют свои обязанности. В школе номер 9 сотрудник частной охранной организации не впустил корреспондента дальше в фойе. Там же детей ожидали и их родители. За жизнь и здоровье отвечает школа. У нас работает ЧОП, Корунт. Вот Николай Валентинович постоянно. У них имеется тетрадь и даже когда проходят родительские собрания, посписочно родители отмечаются, значит классные руководители забирают. Зайти в 18-ю школу оказалось проще всего. Охранники записали данные только после того, как корреспондент представился. Сегодня ситуация с безопасностью в школах страны вызывает опасения. В столице республики меры к ужесточению решили принять. В рамках противодействия событиям, которые прошли в городе Перми 15 января, 16 января по управлению образованием издан приказ об усилении антитеррористических мероприятий в наших общеобразовательных учреждениях. Согласно которому необходимо усилить меры, которые мы вводили и вводим в наших учреждениях постоянно. Как нам сообщили в управлении образования Якутска, в скором времени все столичные школы проверят и разделят по категории защищенности. Однако многие родители опасаются, что опасность для детей представляют не заходящие в школу взрослые, а сами дети. Именно поэтому в Госдуме инициировали разработку закона, который обяжет каждую школу из страны иметь штатного психолога. Уже сейчас специалисты подчеркивают, что учебные заведения нельзя превращать в режимные объекты. Охранники даже не видят, как ребенок без родителей уходит. Понимаете, тут толпа, никого не видят. Мы здесь смотрим. Он тут, а там сидишь охранник. Мы сами смотрим. Вы разве не замечали, вся администрация в школе. Вы знаете, тут 40 человек сидит, родители, да? Ну вы видите, сколько спорных вопросов. Николай Борисов, Григорий Охлопков. Якутия день за дню. С этого года туристы, которые отправятся на отдых в Крым, Алтайский, Ставропольский или Краснодарский края, будут оплачивать еще и курортный сбор. Его размер колеблется от 10 до 50 рублей в сутки, а уже со следующего года он вырастет до 100. И это только часть новшеств, которые будут внедрять поэтапно. Одно из них касается не туристов, а мест, где они проживают. Все гостиничные комплексы страны обязали иметь звезды, то есть классифицировать их по звездам. Сколько гостиниц в Якутии могут похвастаться звездными погонами и готовы ли они отвечать новым требованиям, выяснял Дмитрий Тымыров. Если до прошлого года процедура классификации была добровольной, то с этого года она стала обязательной. В Якутске система классификации гостиниц началась еще в 2013 году. Работа по классификации гостиниц у нас уже ведется в республике. В общем, сейчас в Якутске 53 гостиницы и 5 уже классифицированы. Так что закон, который зашел в силу уже, то есть фактически работа у нас в республике как бы уже ведется, но мы будем продолжать в этом направлении и смотреть на все гостиницы, которые существуют и функционируют здесь у нас в городе Якутске. На сегодня известные гостиницы Якутска уже имеют свои звездные классификации. Так, гостиницы Лена, Ренабо имеют статус трехзвездочных гостиниц, полярная звезда, четырехзвездочная. Четыре звезды получила в прошлом году и гостиница Тагандархан. В ноябре месяце 2017 года нашей гостинице присвоена категория, категория четыре звезды. Мы начали готовиться именно к прохождению классификации еще в 2015 году. И в 2016 году мы провели очень большой ремонт. Присваивать звезды гостиницам будут аккредитованные рост туризмом организации. Свидетельство о соответствии определенному классу действует три года. Затем его нужно будет подтвердить снова. В Якутии такой организации нет. Классификацию проводят аккредитованные организации. К сожалению, таких организаций в городе Якутске нет пока. И мы обратились с заявлением о Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации. Они приезжали в сентябре. Но дело в том, что когда гостиница проходит классификацию, когда приезжают эксперты, за их проживание, их питание, их проездные оплачивает гостиница, которую приглашают. А вот любителям нарушать закон придется раскошелиться. За предоставление гостиничных услуг без свидетельства штраф в отношении должностных лиц составляет от 7 тысяч до 10 тысяч рублей. В отношении юридических лиц от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. А если потребители введут в заблуждение по поводу неподтвержденного количества звезд в гостинице, штрафы составят от 12 тысяч до 20 тысяч рублей. И от 100 тысяч до 500 тысяч рублей соответственно. Время определиться со звездами у гостиниц есть. Закон будет вводиться поэтапно. Требования, чтобы гостиницы прошли классификацию, подтвердили свою категорию. И требования, прежде всего, будут к номерным фондам, которые от 50 номеров и выше. Дальше классификация будет проходить поэтапно, с 1 января 2019 года. Далее требования будут к классификации проходить лыжные, также горнолыжные места отдыха. И, конечно же, это мелкие отели. Они уже к 2020 году пойдут поэтапно внедрение классификации. Между тем, Якутия становится притягательным краем для туристов со всего мира. Ведь только здесь можно почувствовать, что такое настоящий холод. Примерить снежный макияж. Моно-туризм должен очень серьезную ставку делать. Я считаю, что мы как раз с этой точки зрения, город может развить зимний туризм. Потому что наша зима, она уже во всем мире известна как самая суровая. Очень много людей, которые хотят испытать ее на себе. И, конечно, здесь мы должны очень серьезно поднять уровень вообще сервиса в городе. Пока в Якутске гости могут расположиться в четырех звездочных отелях. Но для более взыскательной публики вскоре появится отель мировой сети. По Хилтону мы руководствовались тем, что мы должны как бы наш стандарт именно по гостеприимству вывести на новый уровень. Потому что когда мы смотрим опять же на цифры, на статистики, то есть поисковик Якутия Five Star или Якутия Marriott, Якутия Hilton, он вырос в разы. То есть спрос на такие гостиницы глобальных операторов, как, скажем, Хилтон, как Marriott, он растет именно по интересу. Потому что когда люди и когда туристы видят то, что здесь есть отель такого бренда, такого класса, это притяжение уже. Но пока в Якутии в основном гостей встречают скромные апартаменты и хостелы. И не каждый райцентр республики имеет хоть какую-то гостиницу. Всего таких мест размещение в регионе 192 объекта, которые также обяжут пройти сертификацию. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Григорий Охлопков. Якутия. День за днем. Я напомню, вы смотрите итоговую программу Якутии. День за днем. Далее мы поговорим вот о чем. Легкие деньги. В России появляется все больше компаний, предлагающих большой заработок при минимум усилий. Можно ли им доверять и реально ли заработать на них обычным людям? 872 дня борьбы в России отметили годовщину со дня снятия блокады Ленинграда. Как жилось в оккупации, нашим корреспондентам рассказала свидетельница тех страшных дней. Помочь увидеть больше офтальмологи Якутии отметили 20 лет с начала проведения в регионе лазерных операций. Специалисты во время конференции рассказали о перспективах развития. Об этом сразу после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. А что такое МММ? МММ? Да. Вид спорта что ли? Это актеры сериала. Голубков. Классная фамилия. Да, я слышала о них. А кто они такие? Ну, они, значит, в свое время у них была пирамиды. Помним, помним. А кто они такие? Мошенники. Они пирамиды создавали. Пирамиды. А какая была самая глобальная такая пирамида? МММ была. Новое поколение не знает, да, старая пирамиды, поэтому попадаются, особенно молодые, наверное, сейчас. Но среди желающих заработать легкие деньги не только представители молодежи. Как показывает практика, самые заядлые пирамидчики не останавливаются даже после развала очередной схемы. Когда люди вкладывают последние деньги в пирамиду, у них появляются надежды. А надежда – это такой очень сильный стимул, когда человек надеется. Через определенное время, проиграв определенную сумму, он все равно поверит в другую пирамиду, чтобы опять у него возникла надежда. Надежда, обещание больших денег, наглядное доказательство наличия реального дохода в рекламе работают. Более того, сегодня вклады участников называют инвестициями, а самих вкладчиков – инвесторами. Слово престижное и серьезное, а значит и бизнес должен быть настоящим. Но эксперты говорят, что с инвестициями такие вклады не имеют ничего общего. В классическом понимании инвестиции – это все-таки вложение в какое-то дело, которое со временем оно растет, развивается и приносит, во-первых, доход самому инвестору и, соответственно, и пользу обществу. Юристы, в свою очередь, вообще сомневаются в легальности такой деятельности компаний. Любая финансовая деятельность, она попадает под определенные правила, то есть не все организации могут заниматься какими-то, ну, раздавать кредиты, брать займы, принимать деньги на инвестиции и так далее. То есть для этого нужны специальные разрешительные документы, они должны состоять в специальных реестрах. Пирамида может скрываться под разными названиями – инвестиционные компании, кредитные организации и так далее. Но у всех у них есть одна общая характерная черта. Если вас просят, кроме инвестирования каких-то своих личных денежных средств, еще кого-то привезти, это однозначно можно сказать, что это пирамида. Сегодня в отделе по борьбе с экономическими преступлениями в разработке находится не одно дело по факту мошенничества, но все они связаны с микрофинансовыми организациями. Под статью мошенничества финансовые пирамиды могут попадать. Квалификацию преступления у нас дают следственные органы, то есть материалы до следственной проверки мы собираем в управление и направляем в следственные органы для дачи правовой оценки. Стоит отметить, что за всю историю республики и существование финансовых пирамид как таковых разоблачений не было, говорят специалисты. Как правило, дела затягиваются на месяцы, а потом и на годы. Большинство вкладчиков, потерпевших фиаско и потерявших свои кровные, не обращаются в органы. Как следствие и разбирательство отношений организаций не проводится. В верхушке систем единственные, кто на самом деле зарабатывает деньги на доверчивых гражданах. И пока доверие есть, говорят как один все эксперты, пирамиды будут жить. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, Якутия. День за днем. Якутские альпинисты развернули флаг республики на Эльбрусе. Евгений Кривошапкин и Айсен Федотов покорили высочайшую точку России и Европы. Совершить восхождение ребятам удалось со второй попытки. Первый раз причиной неудачи стала смена погоды. На Эльбрусе в зимнее время температура воздуха на вершине ощущается как минус 50 градусов. А скорость ветра достигает 30 метров в секунду. Почти всегда зимой в Приэльбрусе идут дожди, а на вершине снег. Якутянам было сложно не только из-за климатических условий. Они столкнулись и с проблемой акклиматизации. Выбрали стандартный маршрут. Много не стали думать насчет маршрута. С южной стороны, как мы долго не могли ждать, решили 20-го пойти на восхождение. В России отметили годовщину снятия блокады Ленинграда. 872 дня жители города выживали в окружении врага. К началу блокады там не было достаточного количества продуктов и топлива, чтобы пережить ее. А единственным путем снабжения оставалось Ладожское озеро. Именно по нему и проходила знаменитая дорога жизни. Про то, как жили люди в таких условиях, сказано многое. Но факт один. Почти три года петербуржцы не сдавались. И город так и не был покорен. А дата 27 января в российском календаре сегодня значится как День воинской славы. Но памятная дата в первую очередь ассоциируется с подвигом и героизмом простых людей. О блокаде нашим корреспондентам в Санкт-Петербурге удалось поговорить со свидетельницей тех страшных событий. Осмысливая и переживая самую трагическую и в то же время героическую страницу нашей истории, можно представить, насколько тяжело было пережить 900 дней и ночей блокады жителям Ленинграда. Незаживающие ужасы войны прочно осели в памяти многих поколений. Сказать, что это радость, это горечь, это какие-то воспоминания, просто слов нет, которыми можно было бы выразить вот это состояние. Просто нет. Мне тогда сколько было? Около шести лет. Но помню, мы же пацаны орали, вон летят, вон стреляют. Просто слов нет. Солдаты вместе с ленинградцами обороняли осажденный город. Не щадя себя, они ковали победу над врагом. Но на войне не считались потерями. Многих смерть застала с орудием в руках. Многих не стало из-за голода и холода. Я видела трупы уже такие дистрофично вырезанные. Было же людоедство и все. Если бы не было морозов, ладок бы не стало. И в блокаде все бы умерли. Потому что стал поступать и хлеб какой-то, стали на карточке выдавать даже, который имел корки. И когда первый такой хлеб, который имел какую-то форму, мама плакала долго, глядя на него. В период блокады всего было три волны эвакуации Ленинграда. Из города были вывезены в общей сложности полтора миллиона человек. Почти половина всего населения Ленинграда. Меня перевозили по дороге жизни. Уже без жизненную девчоночку в два с половиной года. И моя судьба, благодаря моим родителям, можно сказать, состоялась. И мой разумный внук однажды сказал, бабушка, как здорово, что ты жива, осталась жива. Это твой подвиг, и поэтому у нас такая большая семья. Действительно получилось, что вот так. А дальше изможденных войной ленинградцев грузовыми вагонами отправляли по разным направлениям. Так эвакуация многих связалась с Якутией. И вот спустя 74 года те, кто прошел все тяготы, блокады и войны, встретились вместе уже в мирное время в своем городе-герое. Благодаря Международной ассоциации блокадников мы познакомились с жительницей осажденного Ленинграда, якутянкой Лилией Андреевной Мустафиной. Первый год мы жили в Оймуране. Зиму мы там прожили. А весной нас перевезли в Бестягский известковый завод. Закончила семилетку. Поступила в педучилище наше якутское. Закончила. 31 год я проработала в 9-й школе. И 5 лет в Мархинской. В общей сложности 42 года в школе. Учила начальные классы. Пусть никогда не будет войны, пусть никогда люди не видят голода и холода, и пусть всегда будет мир. И сегодня в Пискаревском мемориальном кладбище, в самом крупном братском захоронении, состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к стеле «Мать Родина». В длинном ряду могил лежат жертвы блокады, число которых только здесь составляет 420 тысяч. Вдоль восточной границы расположена аллея памяти. Именно здесь находится памятная плита. Вечная слава якутянам, защитникам блокадного Ленинграда. Все наши защитники и жители города стояли и погибали, не задавая голову. Вспомнить всех тех, кто погиб, на этом кладбище лежит, на Серафимовском, где похоронены мои. Вечная память. Оборона Ленинграда явилась самым ярким примером героизма в истории человечества. Тяжелые годы войны и суровый блокадный период. Время испытания, которое с честью выдержали ленинградцы. И сегодня слово «блокадник» по праву является синонимом несгибаемости духа, твердости убеждений и готовности пойти на все вместе со своей страной. Вот такой мы запомним уходящую неделю. О том, что будет дальше, вы всегда можете узнать из выпусков новостей на нашем канале и на информационном портале nvk.defizonline.ru Я, Павел Танин, на этом прощаюсь. Доброго вам вечера и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин